В первой части нашего фильма мы расскажем о военно-промышленном банке и нехитрых схемах по выводу денежных средств менеджером, топ-менеджером банка, господином Колтоком. Внутренняя кухня банковской системы надежно скрыта от посторонних глаз. Санация, проблемные активы, отзыв лицензии – вот то немногое, о чем сообщают в СМИ. В распоряжении нашего портала оказались эксклюзивные факты циничного, а точнее преступного поведения топ-менеджера военно-промышленного банка Юрия Колтока. Мы ходим в рейтинговые агентства, они нас экзаменуют и ставят нам оценки. Эксперт РА поставил нам рейтинг А, и этот рейтинг подтвержден, и мы стремимся, чтобы этот рейтинг был улучшен. Когда ВПБ уверенно шел ко дну, его управляющий Юрий Колток прятал деньги от государства по своим карманам. Вкладчики до сих пор не могут получить собственные деньги по страховке. Я – вкладчик военно-промышленного банка. Но, к сожалению, воры и мошенники, акционеры этого банка вывели активы на сотни миллиардов рублей. А я, как вкладчик, вынуждена отвечать своим вкладам, нести финансовую ответственность. Под руководством Юрия Колтока ВПБ поднялся с 618 места, войдя в сотню крупнейших банков России. Но финансовое чудо оказалось финансовым пузырем, громко лопнувшим в 2016 году. Было ли это неожиданностью для Юрия Колтока? Судя по его действиям, скорее наоборот. Вас оболгали в интернете? Против вас начали информационную войну? Наши адвокаты и лучшие пиарщики решат ваши проблемы. Что касается военно-промышленного банка и тех сделок, которые были с осуществлением руководства банка, с апеллированными так иначе акционерами, незадолго перед отзывом лицензии, все это непосредственно приведет к тому, что АСВ рано или поздно в рамках процедуры банкротства выйдет в следственные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела. Став менеджером по работе с вип-клиентами в 2011 году, Юрий Колток стал вести рискованную политику. Огромные суммы денег уходили в Чувашию и Калужскую область. Там через доверенных лиц они превращались в ликвидную собственность разных предприятий. О.Эко Кликнер, О.СК Керамика, Чебоксарского домостроительного комбината, Пятовского карьера управления. В последующем все инвестиции были признаны излишне рискованными и, как следствие, 6,7 миллиарда необеспеченных резервов проверки Генеральной прокуратуры. Но, похоже, Юрий Колток и не думал исправлять ситуацию. Судьба банка была решена. Нужно прятать активы. Вот один из его разговоров с неизвестным, оказавшийся в распоряжении нашего портала. Субтитры создавал DimaTorzok На мой взгляд, по данному делу, журналистам была проведена колоссальная работа, во многом даже превосходящая работу следственных органов. Поэтому, бесспорно, если эти документы и сведения будут представлены в органы следствия, и по ним будет проведена процессуальная проверка, принято процессуальное решение, на мой взгляд, по данному делу, несомненно, будет обвинительный приговор. Через пару месяцев мы закончим свое журналистское расследование и будем готовы передать диск с фирмом и документы в Главное следственное управление. Какую оценку дадут там? За всей этой запутанной терминологией скрывается обыкновенное мошенничество, единственная цель которого – скрыть большие деньги от государства в лице агентства по страхованию вкладов. Представьте, если АСВ делает свою работу качественно и полноценно, если следственные органы делают по заявлениям АСВ свою работу тоже качественно и полноценно, то, как правило, нет никакой возможности вот этим бывшим банкирам избежать ответственности. Вот уже более 25 лет редакция «Момент истины» является автором самых громких и резонансных расследований. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Во второй части нашего фильма мы расскажем, какие еще схемы были использованы по присвоению чужих средств господинам Колтоку. Субтитры создавал DimaTorzok